Итак, друзья мои, дитейлинг, настала пора вычистить всю грязь из этой Аудио 6. Да, я понимаю, что очень скоро мы поедем на оффроуд, и возможно я принесу еще немножко грязи. Но это как раз таки и есть хороший повод, чтобы вообще не вылезать из машины на оффроуде и нигде ее не пачкать. Этого мы попробуем достичь. А сначала, ну как вы понимаете, я должен был почистить эту машину, потому что других автомобилей, кроме этой же Креты, которая не всегда в доступе для того, чтобы куда-то поехать, у меня нет. А вот эта грязь, которая везде в этой Аудио 6, она уже порядком подзаколебала. Тем более у нас уже давно есть хороший человек, который нас ждет. Это Макс и его студия разумного дитейлинга. Ну что, погнали. Надо помыть немножко стекло. Узко у них тут. А вот и Макс. Отлично. Привет. Привет. По-моему, мы приехали в какую-то съемочную студию. Нет, у нас просто такой свет, чтобы увидеть, что делать. Ну это круто. Это значит, мы еще и поснимаем, и все будет видно. Да. Он застал нас в момент генеральной уборки. Ну это нормально. Эту машину тоже нужно прибрать. Может, ее помыть? Как ты думаешь? Нет, это нормально. Там, вон. Там, вон. Ну что, у меня только один вопрос Что мы можем сделать с этой машиной? Ну, мы можем сделать сильно лучше Она новая не будет Но, по крайней мере, кожа точно другого цвета должна быть То есть это не ее цвет Да, сейчас я покажу, какой он должен быть Полы в целом, как ни странно, в хорошем состоянии Ну, потому что, видишь, как меня отец их защитил Пятью примерно слоями разных ковриков И это один еще я выкинул Ну, видно, что это не очень все чисто Вообще весь потолок прям такой нормальный Ну вот, но он чистится Что обычно вы делаете? Вот самое распространенное Что поддается восстановлению, что чистится Помимо сидений, потолка Чистится все Все чистится Мы чистим все обычно Чаще всего у нас заказы именно комплексом чистят Ага Вот, поэтому мы начинаем прям с потолка Спускаемся вниз Вычищаем все сидения Даже если они чистые Все равно чистят просто, чтобы жиры убрать И так далее, чтобы кожа дольше сухожила Пластик весь чистится Полы чистятся Вот эти карты дверные Все полностью очищается Вот эти вся пыль кисточками То есть доводится все до того, чтобы было чистить больше нечего Вот руль С рулем бывают иногда такие пасхалочки Он уже на самом деле стерся Просто забит грязью Сейчас если его почистить, он может стать худым А, он обнылся будет? Да, мы его особо чистить не будем Ставим так, потому что его после чистки придется просто перетягивать Он сейчас держится тут на грязи Круто Это так, все остальное все чистится В принципе, там и педали Все, везде, везде мастер залазит Может быть, это будет видно в процессе чистки, конечно же Где-то еще там какие-то коцки такие, что сильно будут бросаться в глаза Это все заказать, чтобы у нас после того, как и салон в идеальное состояние придет, да? После чистки Чтобы не расстраивали такие, как бы, сильные коцки Вот, она погибла Протертая Да, она здесь протертая Но ее можно пленкой обтянуть, как вариант Либо заменить Ага Но тогда нужно будет менять и ее, и вот эту И скорее всего, теперницу, потому что цвет будет другой Все в цвет, и причем вот это же получается? Или ты имеешь в виду хотя бы вот эту? Хотя бы вот эту, да Потому что здесь они в разных плоскостях Будет блик, блик, и не будет видно разницу в цвете А вот эти все, которые стык-стык идут В цвет разницу будет видно Компуленция, это да, само собой, болезнь, она уже протерлась Мне не терпится посмотреть, какого цвета кожа Давай посмотрим Чистить наглядности Разделить и сделать Кожа чистится только щеточкой Какой-то там суперспециальный состав Ну, специальный для кожи очиститель, да Такую кожу, конечно, надо несколько раз проходить Угу, капец Уже чувствуется Что она рыжее, да, походу? Ага Видно? Да Это видно Во-первых, она матовая Матовая она и должна быть Ха-ха-ха, да ладно? Ха-ха-ха Я всю жизнь думал, что она такая вот Вот такая блестящая, мощная кожа Нет, она матовая Во-вторых, она вот такого цвета А то ее еще почистить можно дальше После чистки ее надо будет пропитать все Чтобы она смягчилась Здесь еще хуже Да? Еще друг, вообще другой цвет А я думал, что это такая прям кожа, знаешь, типа пропитанная еще чем-то И поэтому у нее слой защиты И она вот такая Защитный слой с грязью У него на сложность чистки потолка Его нельзя мочить сильно Потому что он начинает расклеиваться По картонной основе бывает Поэтому вот такой вот только тоже пенкой чистить Мочить сегодня нельзя Есть еще аппарат такой Часто его используют Торнадор называется Бьют И там такой Зади хрени получается Мы его не очень любим Угу 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 Его раз в годы появляются Месяц-через два Мы стараемся все лучше Угу Вот такой процесс Везде Везде По всей машине В каждом уголочке Там так Были ли они готовы К такому срачу Если честно Я даже не увидел В их глазах Какого-то там Недоумения Или что бы Чего бы то ни было Он даже сказал Что у меня есть Какие-то сильные стороны Например Хорошо Сохранился пол Еще бы под Тремя слоями Ковриков Разных Один из которых Только верхний слой Уже был По сути протерт То есть Что-то где-то Двери почистили Я вообще офигел Просто это сразу Ну то есть Вот это все видно Видно сразу И пока у меня есть время Я оставил им машину На несколько дней Чтобы Кое-что заказать Я подумал Что есть некоторые косяки Конечно Которые детайлингом Ну невозможно почистить Например Сломанный Подлокотник Или например Даже вставки Да они алюминиевые И вроде бы кажется Самое Такое Разумное решение Для Ну для наверное Черно-серебристого Салона Но вот у нас Есть рыжая кожа Может быть нам нужно Березу вот эту Яркую Желтая Которая такая Прям клевая Или например Наоборот Там есть вставки Такие под клен Под какое-то Полукрасное дерево С алюминиевой Кантовкой Они не так дорого Стоят на авито И я думаю Что это вообще Не проблема Вообще Со всеми запчастями Их найти Быстренько заказать И уже поставить И не париться И тогда у нас будет Еще и салон Как раз в том состоянии В котором Ничего в этом Как двигатель Как двигатель Почему хотел сказать Ничего в этом автомобиле Нет Но на самом деле Уже в принципе По технике Мы добиваемся того Что наконец-то Наконец То что вот настало Знаете Тот момент тот самый Когда я езжу на А6 Или на других автомобилях Я замечаю в потоке Какую-нибудь стоковую А6 В хорошем состоянии На нормальных дисках Может быть даже Восемнадцатых каких-то Ты думаешь Хм Неплохая тачка Созрела Как говорится Знаете Вот у БО автомобилей Очень часто бывает Такое состояние Сначала Когда они выходят Они всем нравятся Потом какое-то затишье Потому что они всех Заколебали Вышли более новые Все туда переключились И потом ты их реже Начинаешь видеть Реже А потом бах Проходит какое-то время И ты смотришь Блин Они плохие тачки делали Все-таки И вот я думаю Что СА6 надо сделать Чтобы все Когда ее видели Думали Именно так А сейчас Мы попробуем Все-таки Вот эту всю Финтифлю заказать Пошли посмотрим Что есть Нашел несколько объявлений Сейчас посмотрим Во-первых Нам нужна Вот эта штука Насколько она похожа На то Что мне нужно Как вы видите У меня здесь Какая-то херота Но это она Как минимум Точно По корректору Все должно встать То есть Это похоже Окей Ковер в багажник Естественно Закажем Особенно Вот из-за этой Пиндюрины Челябинский Я даже не смотрю Потому что Теперь у Авито Есть доставка Поэтому вообще Пофиг Так Подлокотник Подлокотник у меня Сломан Ну вот ради Сломанного Замочка Вот этой Пиндюринки Надо будет Злякнуть А вот еще Есть вариант И тут вот уже Посмотрите Скватра С надписью И вот эта Центральная Консоль Вся такая Блин Клевая Я прям Вот это Как увидел Мне прям Очень хочется Такую штуку Ладно Все Надо заказывать И все И в принципе Все приедет Я думаю И поставим Уже В общем Аудио 6 наша Готова Наконец-то Сейчас посмотрим Что с ней произошло Стала ли она Как Но Я прям жду И мне Мне уже хочется Увидеть Эту тачку Чисто И вы не представляете Какая Это будет радость Во-первых У меня не будет Куча хлама И конечно же Потом мы уже Поедем За нашими Вставочками Пойдем Посмотрим На нашу машину Макс Привет Привет Расскажи Как дела Что было Самое трудное Где у нас Умер кот Почему так пахло В багажнике Вообще Я не знаю Чего с ней было Просто машина ездила Видим Не особо ухаживали За салоном Трудно было Тут Ну все Одинаково Трудно было Крест плавить Везде Да Она конечно Сейчас новая Не стала Понятное дело Какого она года Она 2004 года Но я тебе так скажу Вот как сейчас Выглядит Эта кожа Похожа На некоторые Новые автомобили То есть Я не думал Что она такая Я думал Она вообще другая Оказывается У нее вот эта фактура Какая-то более-менее Она все-таки И она оказывается Матовая Да Полы Тоже Такие были Скажем так Другого цвета Мы вчера везде залезли Прочистили Клад нашли? Нет, клад мы в этот раз не нашли никакой Я просто уже нашел Когда выгреб отсюда Вы еще ужаса половину конечно не видели Но наверное было так себе Багажник Вот тот кто делал багажник Наверное меня долго будет вспоминать Потому что там был такой запах Лютый И я уже хотел Купить Пол Багажника Потому что у меня вот это Ну сейчас вот открываешь Реально Блин Как новое Почти Вот если бы не вот эта Сломанная ручка Из-за которой все-таки Наверное придется мне купить этот пол Потому что вряд ли их отдельно Кто продает Мне кажется Блин ну запах Запах сейчас у нас Кабинета лора Больше ингаляции Ну это озонация Тут наверное была По-настоящему Та самая как бы Жопа Которая Потому что я уже вижу Что тут все чистенько Никакой грязи Только мой хлам Нужный Оставшийся нужный хлам Вот вы видели вообще Такую А6 у нас Хоть Вы вообще вспомните Да не было у нас никогда В таком состоянии Эти машины Она сразу к нам приехала Такое что Блин мама не горит Обалдеть Вот Работа была проделана Я конечно прям в шоке В целом салон хороший Ничего тут особо Не поломано Ага Не ну вот эти штуки Да я знаю Бывают да Ломаются часто Да Ну умели делать тогда В принципе В четвертом году Сейчас была бы она Чуть посвежее Наверное уже бы Ничего бы не работало Потому что Слушай Это прям вот Это значит во всем автомобиле Так и по салону тоже Да везде Это все Всего коснулось Я думал Такая история Только с двигателями И с начинкой И с технической Как на более новых машинах Оказывается еще и в салоне В салоне да Да и прям сильно Разница большая стала Сейчас любую новую машину взять Ага Два-три года И она вот такая уже То есть Ну в том смысле Что там уже все затерто Где-то что-то треснуло Сломалось И сейчас они недолговечные Ну такая сейчас философия автомобильная Да взял на три года И выбросил Обалдеть Короче Это прикол Ковры конечно спасти не удалось Вот эти резиновые Не Резиновые ковры Их не нужно спасать Они здесь вообще Я не знаю Каким образом И откуда Они конечно постарались Пытались спасти даже ковры Которые я хотел выкинуть просто Вот А так Ну в целом Не знаю Сейчас на этом полу Можно вполне себе рожать Ага Все стерильник Супер Это Это Отлично Ты реально У меня сделал По сути Новую тачку Внутри Осталось поменять Вот эти коцанные Наши элементы Которые сильно коцанные И я думаю Прям должна преобразиться Хочу сказать вам Огромное спасибо За то что Взяли за мою тачку Это во-первых А во-вторых Друзья Если вы хотите И давно думали Сделать детильник Своей тачке Не только внутри Но и снаружи Кстати Расскажи Какие цены вообще Потому что Как я понял К нам приезжал Володя Это наш самый главный Детейлер Щип К себе Всего и вся Он узнал Как бы ему цены понравились Расскажи Пожалуйста Нашим подписчикам Сколько вообще Это стоит Вот так Почистить салон Или например Что-то с кузовом Сделать Такие самые Распространенные Работы Ну по салону От 16 Полностью С багажником От потолка до пола Зубной щеткой Да Когда спрашивают Что в это входит Ну сложно сказать Что не входит Там просто мы Ну обычно берем комплекс Так чтобы чистить Больше было нечего Вот Вот 16 Зависит от размера машины Не от степени загрязнения Мы это не учитываем Поэтому и по телефону Сразу цену называем Конкретно По кузову От 30 Это уже с керамикой Это будет полировка с керамикой Полировка с керамикой Да В зависимости уже От количества слоев От класса машины Тоже там цены чуть-чуть разнятся Мы давно уже в деле Поэтому у нас и керамика уже своя Мы ее адаптировали под Москву И она у нас Вот если брать какую-нибудь Фирменную Да Там самую даже Известную Не буду сейчас называть имя Она там Ну 4-5 месяцев И начинает гидрофобность Спадать Нужно обновлять Наши даже полтора Два года Как вот сделают Так и есть То есть Сохраняется абсолютно У меня есть всякие видео От клиентов Которые присылали То есть Это я уверенно говорю Надо короче сделать К тебе еще приехать Керамику на Порше Мы же купили Порше Ну и скидочку мы сделаем Подписчиками Если приедете Да Сделаем 10% Приезжайте Только обязательно говорите Что вы от кликанка Ага Тогда скидка будет Время пришло Санеку Смотри улыбаться Еще раз говорю тебе спасибо И мы поедем уже За вставочками нашими Новыми рыжими Надо прикинуть На самом деле Как они будут Потому что Теперь кстати говоря Сидения по цвету Стали ближе к ним Меня теперь конечно же Расстраивает то Что вот здесь Вот все коцки От пальцев Там от ногтей Не знаю От ключей Может быть еще От чего-то Остались на Вот этой штуке Ну либо перетяжка Как правильно ты сказал Либо Да Либо пленка Либо менять Ваузе есть на это решение Потому что это все Вот реально Это можно купить На авито Легко И просто поменять Целиком вставки И это будет стоить За 10 тысяч Все вставки Сразу На этом идеально Субтитры сделал DimaTorzok Ну что вы думаете Ну что вы думаете Друзья Конечно же Я их купил Скоро поставим Тоннель Береза Накладочки Дефлектор И конечно же Пол От которого нам нужна Только вот эта Пиндюринга Потому что Наш пол Теперь просто В идеальном состоянии Продолжение следует...